Приветствую вас уважаемые зрители, сообщество опять недовольно. На этот раз в центре внимания известный игрок и стример Эмпи, вернее класс на котором он играет. Ранее я вам про Эмпи рассказывал, это именно под его руководством Фронтира убили Келту Зеда на хардкоре первыми. Это из-за него в 2020 разгорелся скандал, связанный с масс-репортами игрока собирающего скипетр на врата анкеража. Результатом скандала стал бойкот Эмпи и его команды всем сервером. Тысячи игроков собрались, чтобы не позволить тогдашнему главе Гризли сдать финальный квест. Это кстати удалось сделать, ребяткам пришлось трансфериться на другой сервер, чтобы доделать жука уже там. И теперь Эмпи опять раздражает значительную часть игроков тем, что на своем маге в Season of Discovery делает по 150 гол в час. Это очень много, скажу я вам. Такая сумма и для 60 игроков немаленькая, а тут сезон с ограничением уровня в 25. Об этом через полминуточки подробнее, но для начала инфа для тех, кто тоже желает залететь в сезон, но не знает как оплатить подписку. Поможет ElfMoney.net. Более 15 лет на рынке, только опытные проверенные исполнители, лучшее качество и вежливые сотрудники. А для моих подписчиков скидка 10% и промокоду VANILLA10. Ссылка в описании. Итак, многие, кто интересуется за самый прибыльный способ голдфарма, часто задают этот вопрос. Где и как нарубить много золота? Но услышав ответ, не каждый решается таким способом зарабатывать. Бустеров, способных запулить весь данж и залить в одиночку не так много. Это реально сложный заработок, требующий большого опыта и сноровки. Однако результат на выходе – много-много золота. Желающих прокачаться быстро и без напряга полно. Клиентская база огромная. С одной стороны, мы читаем на форумах гневные посты о том, чтобы Близзы бустинг понерфили. С другой – огромная очередь из игроков, желающих АФК прокачку приобрести. В какой-то момент Близзы даже сами решили откусить кусочек от этого пирога, начав продавать официальные бусты. Но это другая история. Не секрет, что самым идеальным способом для буста в VANILLA является MAC. Начиная с 2019-го, я помню, были активные предложения по бустингу Алого Монастыря, Марадона и даже Зульгуруба. К слову, буст ЗГ продают сейчас даже на хардкорных серверах. С открытием Season of Discovery, несмотря на то, что в первой фазе максимальный уровень 25-й, и прокачаться условно можно за 2-3 дня, все равно желающих качаться ручками маловато. И на помощь пришли все те же маги. И не важно, что у оригинальных магов в 25-м нет как такового потенциала для залива фулл данджа. На сезоне Близзы подарили отличные способности в виде новых рун. Главные руны из имеющегося напора. Регенерация, восстанавливающая здоровье от нанесенного урона тайной магии. И Живое Пламя. Ауешка, движущаяся к цели и оставляющая с собой огненная цель, дамажащий 20 секунд. Вместе эти способности дают магу без преувеличения космические возможности. Поскольку Живое Пламя наносит не только огненный урон, но и урон от тайной магии. Тем самым регенерация работает и от него тоже. Можно 20 секунд спокойно вытанковывать любое количество мобов, пока действует Ливинг Флейм и не париться за живучку. По большей части благодаря этим рунам маги и зачищают в соляну как РФЦ, так и пещеру Стенании. Инст, рекомендованный для игроков 18 уровня. Чем, собственно, и занимается Эмпи в настоящее время. Организовав целый сервис бустинга с суммонами, удобствами и прочим. Как я и говорил ранее, Эмпи довольно известный игрок, с большой аудиторией и стримы с демонстрацией своих возможностей собирают по несколько тысяч зрителей. Благодаря чего у него нет отбоя от клиентов. Даже есть специальный аддон, который записывает игроков в очередь на прокачку. Стоимость одного рана за пулом 180 мобов стоит 8 золота. На весь ран я посчитал, уходит там 12-13 минут. Иногда бывает быстрее. То есть имея 4 боеров в пачке при текущем прайсе с учетом всяких тупников и задержек, выходит порядка 150 голды в час. Без учета мусора и зеленки с мобов. А простое бывает очень редко. Реально, очередь выстраивается большая, некоторым возможно не так нужна сама прокачка, сколько хочется просто помаячить на стриме. И глядя на всю вот эту картину, у кого-то реально подгорает. Прямо на его глазах один игрок на магии рубит бабло как бешеный. Со стороны может показаться, что так могут все. И по большей части проблема в магах. Но если так подумать, игроков с такой скоростью фарма и с такими расценками я больше не знаю. Отличительный момент от других таких же бустеров, то что Эмпи золото не продает. У него такой челлендж. Нафармить 214 тысяч голды. Я не знаю почему такая сумма и что он собирается потом с ней сделать, но вот именно так у него на стриме написано. 214 тысяч голды. Можете себе такое представить. Я смотрю на свою сотку золота, нафармленную в течение месяца на квестах и мне хочется плакать. В то время как у Эмпи уже сейчас 4 тысячи. Кроме этого он еще вводит голд биды на нескольких тринках, которые ему приносят по 50 голды срано. Хотя я думаю, что он это делает скорее для контента, чем для голды. Бустинг пещер стена не дает куда больше, чем самый прибыльный голд бид. Тем не менее, не обращая внимания на то, что это всего-навсего челлендж, начинаются разговоры про то, что бустеры мотивируют игроков золото покупать. Портят саму игру и все вот это вот. Как я уже говорил, стримы смотрят большое количество народу и то, что делает Эмпи у всех на виду. Так что реакция сообщества, прямо скажем, невосторженная. С одной стороны, действительно, маг показывает отличную игру с кайтингом, там, несколько сотен мобов. Надо рассчитать тайминги, проложить оптимальный маршрут, не сдохнуть от неосторожных действий. Я бы не сказал, что это так просто. Может сами попробуйте, если хотите. С другой, по мнению зрителей, тут налицо им балансный класс, который вообще на это способен. То есть, некоторые наверное забыли, что маги ранее зачищали зульгуруб и марадон в соло, всяких ливинг флеймов, но кто об этом помнит. Факт того, что прямо сейчас игроки требуют от блюзов магов нерфить и их отхил. По их мнению, это решит проблему бустинга и маги перестанут зачищать инсты в соло. Человек, который инициировал обсуждение данной темы, так и сказал. Ну да, я не против то, что маги лучше в вопросе нанесения аое урона. Но, вам не кажется, что в Season of Discovery разработчики зашли слишком далеко? И это, мягко говоря, ненормально. Может быть пора у Ливинг Флейма убрать аркан урон? Один чувак в комментах поддержал, что да, живой жар и регенерация сильной руны, и он как действующий бустер сейчас в восторге от сложившейся ситуации. И в будущем, при таком раскладе, будет спокойно зачищать мару и другие данжи куда быстрее, чем он это делал раньше. Пишите в комментариях, как вы относитесь к магам на сезоне открытий. Считаете ли вы нормальным, что этот класс способен вынести весь данж в соло за 15 минут? И надо ли в связи с этим данный класс нерфить? Хотя я думаю, независимо от того, что вы напишите, все сведется к тому самому. Так или иначе, в будущем по магам близы пройдутся и заберут у них эту кормушку. Для разработчиков важно больше спокойствия сообщества, чем отдельные успехи некоторых игроков. Не важно то, что таких как Эмпи и единицы. Факт того, что они вообще есть. К тому же, кроме Эмпи, есть те, кто использует не совсем честные способы. Это к слову разговор про летающих ботов, которые делают примерно то же самое, но с куда большим размахом. Подписывайтесь на канал, чтобы дальше узнавать об интересных событиях из мира в классик. Буду благодарен за лайк под видео. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова